Сегодня 28 декабря. Дорогие гости, которые придут к нам через три дня, а именно 31 декабря. Посмотрите, кто вас ждет. Не забудьте хорошенько подготовиться. Желательно взять с собой наколенники, чтобы не наставить синяков, пробираясь через наш коридор. Украшений не надо. Мы уже украсили наш дом новогодними шарами, а также мешком с мусором и парой рабочих штанов. Думаю, это будет достаточно. Если спрашивали, что принести, обязательно захватите с собой вазу, ночную вазу. Наш туалет пока не готов выполнять свою функцию. В экстренных случаях можем открыть дырку в полу, но это только для метких стрелков. В ванне пока нельзя мыть руки, пол еще до конца не просох. Но это не страшно. В огороде вас ждет шланг с водой или пруд с водой, если повезет. Спать у нас тоже пока негде. Тут все еще стоят разные инструменты. Но кто же спит новогоднюю ночь? Нам пока тоже спать негде. Тут у нас новый паркет, по которому ходить пока еще на самом деле нельзя. То же самое в коридоре. Так, что у нас тут? Ах, ну да, окна. Да, чтобы преобразить дом, на самом деле не надо делать ремонт. Достаточно помнить окна. Наш маленький-маленький столик, но, как говорится, в тесноте до него видим, зато с камином. Пришла зима и выпал снег, и лучше печки друга нет. Тут вот... Амадео с прохода не дает. Хочет, наверное, чтобы печку топили, а то хвост мерзнет. Ты пушистый ты, пушистый. Давай, иди. Иди, иди. Да, и еще. Каждый приходит, пожалуйста, со своим стулом. А то у нас только один. На кухне пока тоже не хватает стекла и лампочек, и сама она покрыта довольно-таки толстым слоем пыли. На улице тоже бардак еще тот, но у нас есть швабры, веники и моющие средства. Так что ждем вас с утра пораньше. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот и Амадео тоже со мной согласен. Продолжение следует...